Дружище, ты хочешь приобрести монетки FIFA 17 Ultimate Team на Xbox One, PS4, на PS3 или на ПК? Собрать состав из крутых игроков и уничтожать абсолютно всех. В этом тебе поможет продавец Футанжи. Все нужные ссылки находятся в описании. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман. И сегодня я буду собирать драф в батутном центре. Но прежде чем начинать прыгать, я выбрал тактическую схему 4-3-3. Первое задание, дабы просто размяться, инструктор посоветовал приземляться на задницу, после чего на прямые ноги. Почему-то даже такое простое задание оказалось для меня проблемным. Тем не менее, выбор из трех футболистов это Месси, Куардадо и Димария. Выбор очевиден. Болельщики Барселоны ликуйте. Второе задание схоже с первым. Все то же самое, только с мячом в ногах. Так как задания в батутном центре будут идти по нарастающей, сейчас мы заглянем к центральному полузащитнику Джек Уилшер и Секс Фабрегас. Не Сеск, а именно Секс Фабрегас. Все очевидно, мой испанский друг. Иди к нам. На ЛФА все всегда ждут Криштиана Роналду. Пожалуйста, третьим или пятым? Твою же мать! Теперь, когда я пришел в себя, я сообщаю вам, что выбор у нас между Азаром и Каутиньо. И я так понимаю, что Эйда Назар. Четвертый или пятый? Четвертый или пятый? Это Дюбала. Абсолютно не сыгранные футболисты, но, вашу мать, это Дюбала 91. Абсолютно не сыгранные футболисты, но, вашу мать, это Дюбала 91. Вот где постарался, там постарался. Первый, третий, пятый нам на выбор это Шванстайгер, Канте и Алан Загоев. Канте. Шестое задание это ковырки в воздухе. А правильность выполнения оценивал инструктор. Нет, ну точно не Нобуа. Вот прям не Нобуа и все. Вот так выглядит моя атакующая шестерка. Ее менять я не имею права. Все остальные футболисты будут выбраны путем рандомного подбора игроков. В целом я доволен этой командой, потому что иногда, когда я прям реально стараюсь и могу убирать всех, я хуже собираю составы. В любом случае отправляемся в драфт, чтобы там победить. В первом матче самым памятным моментом стал гол Алькантары. Невероятная траектория, точно в девяточку. А сам матч закончился со счетом 4-3. Но, поверьте, было так скучно, что внимание вашего остальные голы недостойное. Второй же матч был более потным. Блистал Эда Назар. Правда, пара мячей, которые он забил, не хватило, чтобы победить. И в итоге только по серии пенальти Буфон вывел нашу команду в полуфинал. А там в соперниках была легенда, и неизвестно, связано это с этим или нет, но мы обменивались голами, и уже к 17-й минуте счет был 2-2. В концовке матча при счете 4-4 победный выстрел остался вновь за нашей командой, и вуаля, мы в финале драфта. Ну а важные финалы существуют для того, чтобы в них забивал Месси. Правда, он забил всего 2, и этого не хватило, чтобы победить сам драфт. В итоге, два ненужных пака и завершение этого ролика. Ну что ж, друзья, большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Если он вам понравился, влепите большой палец вверх, и я буду знать, что вы хотите видеть больше летсплеев. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами был Герман Аль Классико. Всем удачи и до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok